Итак, последняя битва против Гастура. Мы остановились на второй атаке Гастура. Вторая атака, это значит модификатор удачи плюс 0. Для Чарли Кейна, который подвигается атакой первым, это значит 2 плюс 2 плюс 1, 5 кубиков. Бросаем 5 кубиков. Так, Чарли проходит проверку. Для Лео это значит 1 плюс 1 плюс 0, всего 2 кубика. Лео не проходит проверку. Он сокращает свои потери на 1 единицу благодаря своей способности. И теперь у него остается всего 2 единицы рассудка. И далее у нас начинается третий раунд битвы против Древнего. Первым игроком становится Лео. Лео восстанавливает... Восстанавливает... Нет, он дает съеживание Чарли Кейну. Чарли Кейн его восстанавливает. Далее он берет у него Уидер. Опять забыл посмотреть. Ну, вот это заклинание, которое ничего не стоит. И Лео, используя свой фокус, повысит свой показатель удачи. А Чарли наоборот, повысит свой показатель знаний. Итак, что мы делаем дальше? Начинаем бой. Ой, я забыл. Минус 1 фокус. Это значит, что максимум на 1 единичку в сторону. Так, Лео попытается наложить заклинание, чтобы воспользоваться его мощью. Плюс 0, плюс 1, плюс 3. Это 4 кубика для заклинания. Если он его накладывает, у него будут... Сколько? Сколько же у него кубиков будет? У него будут 5 кубиков. Так, есть еще один кубик. Добавляем и бросаем 5. Так, 2 успеха. Так, один жетон снимаем, другой передвигаем. И теперь очередь атаковать Чарли Кейна. Чарли Кейн истощает свое заклинание. Платит 1 единицу рассудка. И давайте попробуем почитать. Минус 1, плюс 4. Это 3 кубика. 3 кубика на чтение заклинания. В случае успеха у нас будет 10 кубиков. В случае неуспеха у нас будет всего 4. Так, у нас есть успех. Итого значит, что у нас 10 кубиков. Так, вот 10 кубиков. 10 кубиков в руке улезают. Мне нравится кубики ощущать. Сколько у нас успехов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это значит, мы снимаем 3 жетона. И вот этот вот жетон передвигаем. Далее, что мы делаем? А далее идет атака древнего. Уже так как третий ход с модификатором минус 1. Минус 1, плюс 1, 0, плюс 2, 2 кубика. Бросаем 2 кубика для Лео. Так, Лео не проходит. Использует свой талант. И сокращает потери рассудка на 1, до 1. Далее, очередь Чарли. Минус 1, плюс 1, 0, 2, плюс 1, 3 кубика. И он не сможет сократить потери рассудка. Так, о, ему повезло. Далее. У нас начинается четвертый раунд битвы. Первый игрок у нас Чарли. У Чарли мы ничего не будем менять. Зато у Лео мы повысим показатель удачи. И далее первым у нас опять атакует Чарли. Он восстанавливает себе съеживание. Ну, не будем уже вас останавливать. Оно будет автоматически восстанавливаться. Так, и сколько? Опять бросаем 3 кубика. Чтобы узнать, если мы будем бросать 4 или 10 кубиков. Так, бросаем 10. И еще 3, еще 3 и еще 1. 10 кубиков. И если у нас есть 3 успеха, мы победили. Так, у нас 3 успеха есть. Мы победили. Ой, славненько. Первая моя победа над Гастуром. Очень-очень-очень приятно. Хотя, конечно, я себе немного упростил задачу. Но не сказать, что я упростил ее чересчур. Чересчур. Ёлки-палки. Надо же было по 2 карты мифа. А хотя это не сильно бы изменило. Это бы Гастур бы проснулся раньше. Потому что мы бы те же самые вытягивали. Нет Лео Андерсон. Ну, ладно. Уже что было, то было. Спасибо за внимание. Надеюсь, вышло интересно. Ну, для меня точно было интересно. До свидания.